Новая жизнь Ивановского троллейбуса. Муниципальное унитарное предприятие Ивановский пассажирский транспорт изо всех сил борется со своей убыточностью. Еще несколько лет назад вставал вопрос о закрытии депо и ликвидации электротранспорта в Иванове. А сегодня новые поступления не совсем новых, но исправных столичных троллейбусов и электронной проездной, на которой руководство МУПа возлагает большие надежды. На сегодняшний день мы приближаемся к отметке 3000 поездок, совершенных с использованием электронных проездных билетов. Наиболее популярный на сегодняшний момент электронный проездной билет со сроком действия 1 месяц. Наши пассажиры откликнулись на наши летние предложения и приобретают этот электронный проездной билет по стоимости 750 рублей. Второй по популярности электронный проездной билет – пересадка. Где-то треть поездок совершается по этому электронному проездному билету. Преимущество троллейбуса не только в цене поездки. Рогатый транспорт намного вместительнее маршруток, а его водители не устраивают гонок на городских дорогах. При том, что троллейбус никогда не спешит, с точностью до пары минут соблюдает расписание. И об этом знали бы только уверенные пользователи интернета, посетители сайта предприятия, если бы не активист Владимир Батурин. Именно он два года назад первым догадался разместить график движения на остановках, чтобы увеличить число пассажиров электротранспорта. Разработал графическую схему с расписанием, горожане сбросились кто сколько может и готово. Но, к сожалению, пока удобство пассажиров – дело рук самих пассажиров. Обращались к торговым центрам, которые, в свою очередь, при строительстве просили у города остановку, чтобы им основку поставили. В итоге некоторые торговые центры размещают рекламу, какую-то выгоду получают, но найти несколько сотен рублей – почему-то для них какая-то проблема. Вот даже у меня такая есть инициатива, те торговые центры, которые не хотят, скажем так, свою социальную ответственность проявить. Мы бы о них рассказали, спасибо им выразили. Как-то пресечь размещение рекламы на этих остановках. Стоимость одной такой таблички примерно 700 рублей. С 3 мая расписание движения троллейбуса снова изменилось. Старые аншлаги уже не актуальны. Их пришлось демонтировать. Новые изготавливают по мере сил и насколько позволяют средства. Практически 70% мы уже в электронном виде все это сделали, заполнили, проверили. У нас сейчас основная проблема – найти деньги. К сожалению, нам, как всегда, помогать только простые пассажиры, потому что город находит миллионы и помогает транспортному предприятию, а вот нам помогают исключительно простые граждане. За что ему отдельное спасибо. А пока в планах изготовить и разместить порядка 55 табличек. Задача непростая, но это необходимо, уверен активист. Ведь от того же электронного проездного толку немного, если пассажиры не знают, когда ждать троллейбус. Одна из пользователей транспортной карты сказала следующее, что без расписания проездной как таковой особо и не нужен. Им пользоваться неудобно, потому что ты можешь постоять на остановке порядка 40-30 минут, не зная, когда троллейбус едет в нужном тебе направлении. Иногда бывают рейсы и в депо, на обед. Как раз-таки на табличках у нас это указано. И, собственно говоря, это удобно. Не вся помощь предприятиям встречается на ура. Предложения бесплатно заменить схемы движения внутри троллейбусов остались без внимания. Продогали размещение из схем, потому что старые схемы уже высвели. И также типография может бесплатно это все сделать, красиво это оформить, потому что у нас есть в электронном виде макет схемы. Но пока тоже наша помощь, к сожалению, осталась не востребованной. Хоть и не во всем соглашаются общественники и руководители предприятия, цель у них одна – сделать электротранспорт в Иванове рентабельным и конкурентоспособным. Пока получается. Наталья Гутарина, Денис Денисов, РТВ Иваново.